Русские новости Выборы заканчиваются, пора подводить итоги. Они вполне ясны и без всякого голосования. Мы прекрасно знаем, что результаты выборов от голосования абсолютно не зависят. И мы с самого начала знали, ну те, кто не обманывал себя, кто будет объявлен президентом по итогам этих выборов. Не правда ли Путин не собирается отдавать власть? Он нарушил все мыслимые законы. Он не ушел в отпуск как должностное лицо, хотя обязан был это сделать. Он не участвовал в дебатах, он не выдвинул никакой программы. Он является самозванцем, потому что баллотировался на четвертый срок, хотя Конституция не позволяет баллотироваться даже и на третий. Он действует якобы в рамках Конституции, но на самом деле нет. А Конституция не была принята в 1993 году, потому что за нее проголосовало только 31% избирателей. Таким образом, мы живем в обстановке беззакония, а главой государства у нас уже многие годы является самозванец и государственный преступник, вместо которого мы, конечно же, в тюрьме. Но другое дело, мы должны на себя обратиться. Мы-то сами что из себя представляем? Мы против этого, хотя бы на уровне мыслей своих. Я уже не говорю про уровень действий. На уровень действий в этом сезоне вышли многие. Огромное количество в этом особенность выборов участвовало в них как активисты. И прежде всего это касается национал-патриотов, потому что впервые за всю постсоветскую историю национал-патриоты действительно провели всероссийскую кампанию во всех точках нашей страны и даже за рубежом действовали сторонники перемен, фундаментальных перемен, ликвидации олигархии, прекращения геноцида русского народа и других коренных народов, разумеется. Но достигли ли мы какого-то результата? Так вот это и есть результат. Вот это главный результат выборов, что национал-патриоты, оказывается, существуют. Ни одной политической партии, ни одной общественной организации у них нет, а национал-патриоты существует. Социологи, сколько бы они ни пыжились, если они исследуют вопрос о популярности лозунга «Россия для русских», у них всегда получается больше 50%. Но это самый жесткий лозунг, его еще надо разъяснять, что Россия не только для русских, но и для русских тоже. Тем не менее, вот даже в такой формулировке все равно люди готовы поддерживать этот лозунг. Но, к сожалению, в политическую сферу все это дело не переходит, потому что запрещены, в России реально запрещены политические партии с русской национально-государственной компонентой. И когда возникает вопрос, ну а где вы, ребята, где вы покажитесь, мы вас готовы были бы поддержать, если бы вы хоть показались. Ну вот мы показались. Мы показались, используя ситуацию, которая, в общем-то, была не в нашу пользу, потому что выдвинуть своего кандидата мы, в принципе, не могли. Его бы просто не зарегистрировали, как и десятки других кандидатов, которые в авантюрном порядке пытались выдвинуться, пытались собрать подписи, но ничего не получилось. Так устроена система, что она не позволяет национал-патриотам выдвинуть своего. Выдвинули коалиционного кандидата, коалиционный кандидат. Ну какие у него качества были, с теми он и пошел на выборы, потому что не собирался до сих пор, не был политиком, не готовился к такой миссии. Ну и что ж поделать. Вот как получилось, так получилось. Главное для национал-патриотов, что мы эти выборы использовали вовсю, для того, чтобы заявиться в публичной сфере. И это произошло действительно, там, в десятки, может быть, сотни раз больше оказалось осведомленных о том, что существуют такие вот национал-патриоты, не либералы, не коммунисты, не социалисты, а люди какого-то другого склада. Вот они ориентированы на какие-то другие ценности. Может быть, для многих они так и остались непонятными. Тем не менее, существование этой третьей силы, она вполне третья, третий идеологический вектор на этих выборах впервые однозначно обозначилось. Это действительно наш успех. На выборы, на результаты выборов он оказал определенное воздействие. Естественно, что за Павла Грудинина голосуют не только коммунисты, и в основном не коммунисты. Коммунисты же это обстоятельство использовали для того, чтобы объявить Грудинина именно своим кандидатом, только своим, и приписать все голоса, которые будут поданы за Грудинина только себе. Вот мы, КПРФ, такие замечательные. На самом-то деле мы протестировали, что из себя представляет КПРФ на самом деле. Это абсолютно никуда не годный штаб, он не способен работать вообще. То есть там управленческая культура на нуле. Там не ставили задачи победить. Там ставили задачи поучаствовать, набрать побольше голосов, но ни в коем случае не потревожить ныне действующую власть. И даже Зюганов лично ее хвалил, лично Путина хвалил за внешнюю политику, которая абсолютно провалена. Вообще у Путина провалено все. Но Зюганову надо было вот так вот хвалить и хвалить. А Грудинин предпочел вообще фамилию Путина не называть, а так вот обобщенно говорить о власти вообще. Ну и в общем-то и все остальные кандидаты в президенты точно так же себя вели. Вот есть неприкасаемое божество, и если ты его не трогаешь, то вроде как и тебя не трогают. Ну как же не трогают? Конечно, вот кого же трогали? Грудинина трогали, остальных нет. Ну потому что он был реальным кандидатом, реальным народным кандидатом. Со всеми своими недостатками, которые прекрасно видны и специалистам, и не специалистам, которые просто смотрят повнимательнее. Тем не менее он был народным кандидатом. Именно поэтому его и поливали грязью, так вот скучно, бесталанно, и каждый день центральное телевидение создавало этот образ вора, олигарха, миллиардера, человека нечистого на руку и лживого. Вот такого человека очень хотелось себе придумать людям, которые вообще скептически относятся к выборам, ну типа того, что ну и этот такой же, как все остальные, и сторонникам режима, которые, конечно, не задают аналогичные вопросы по отношению к Путину и его окружению, по отношению к родственникам Путина, чем они владеют, где они живут, где они учились, где вообще их достояние находится, чем они занимаются. Если бы эти вопросы были заданы, то стало бы понятно, что все окружение Путина, это как раз вот тот образ, который они создавали, это и есть их собственный образ. С Грудининым это отношение не имеет, ну нет у него ни счетов, ни золота, ни миллиардов, ничего нет. Есть зато прекрасно построенный поселок, территория социального оптимизма, замечательный детский сад, школа, парк сказок и так далее. Все это работает, и все это можно пощупать, но оказалось, что для многих это неинтересно. Главное, это вот что там говорят по телевизору. Поэтому противники народного кандидата постарались, постарались создать вот такой унылый образ очередного олигарха. Но постарались и сторонники КПРФ, потому что они говорили, это наш, вот только наш кандидат, вот мы КПРФ его выдвинули, мы за него платим, мы его и танцуем. Ну как будто бы речь идет о том, чтобы станцевать в партийную игру и потягаться вот партия КПРФ и весь остальный народ, они сопоставимы по мощности, но оказалось, что несопоставимы. Не получается. Чем больше красной краски, чем больше серпов и молотов, тем меньше у Грудинина поддержки. Люди закрывают глаза и все равно поддерживают. Ну пусть даже такой будет, мы же прекрасно понимаем, что предприниматель это не коммунист. У него вся эта фантомная боль о сталинизме, о Ленине и об СССР. Все это пусто, это только риторика, а реальная практика, если бы он стал президентом, конечно была бы другой. Ну вы как полагаете, что Грудинин бы отдал приказ памятники Сталина, что ли, везде восстанавливать и везде ликвидировать права и свободы граждан и устанавливать сталинский террор, что ли? Ну конечно нет, конечно нет. Это только риторические приемы. И даже те, кто у нас считается сталинистами, они же хотят кары на голову врагам Отечества, а не самим себе на голову. То, что они призывают, если бы Сталин был жив, так они первые пошли бы в расход. Ну как ближайшие ближнего, вот у христиан любовь к ближнему проповедуется, а у большевиков уничтожь ближнего, и сам на его костях станет немножко выше. Вот этого ведь никто не хочет. Никто не хочет, чтобы в Москве там ежедневно расстреливали по сто человек, вывозили на полигон и пускали пуль в затылок. Каждый день сто человек, каждый день сто человек. Это режим, который никто не хотел бы, чтобы был установлен. Ну говорят, давайте экономику сталинскую. Да никуда не годилась сталинская экономика, даже если кто-то там начинает придумывать вот эти фантомы там какого-то невероятного роста, каких-то там огромных успехов. Да ничего этого не было, не будем об этом сейчас. Главное, что мы должны сказать, даже сталинисты это люди, которые хотят просто перемен, просто перемен. Поэтому для них Сталин такой символ, и для Грудинина тоже. Это символ какой-то иной жизни, ну не направленной на личное обогащение, в которой враги отечества не получают высоких постов и не формируют свои группировки и из своих группировок всю власть. А сейчас вся власть, по сути дела, в Российской Федерации от самых низов до верхов превратилась во власть изменников и воров. Вернемся к тому, что на выборах было две силы, которые вроде бы действовали, должны были действовать в одном направлении, в поддержку народного кандидата. Но национал-патриоты не имели никакой партийной задачи, поэтому действовали действительно в поддержку Павла Грудинина. А коммунисты, коммунистическое руководство, там рядовые коммунисты тоже подвижнические, там расклеивали листовки, разносили эту информацию, хотя это не влияет на выборы вообще никак. Но люди своим участием поддерживали кандидата. КПРФ, руководство, фракция, тащили изо всех сил Грудинина в свое партийное болото и утопили там. Поэтому результат выборов связан не только с тем, готовы ли мы голосовать против этой власти, то есть состоянием народа, но и с состоянием тех политических сил, которые действуя внешне за, на самом деле противодействуют. Вот КПРФ оказалась такой предательской структурой, я об этом неоднократно говорил, саботаж в штабах просто тотальный, просто тотальный. То есть нет ни одного действия, которое бы не притормаживало и не разрушало бы поддержку Грудинина. КПРФ занимался именно этим, везде и всюду партизируя его образ и наклеивая на него свою сатанинскую символику. Ну, апофеозом разрушения электората Грудинина является митинг в Москве, который мы бы собрали более многочисленный. Если бы занялись национал-патриоты, собрали бы более многочисленный. Ну, просто нам не дали, и мы не хотели бы партизировать, мы хотели общих митингов, как нам и пообещали, нам было обещано, что будет баннер с одной стороны КПРФ, с одной стороны сцены КПРФ, с другой стороны сцены национал-патриотов. Не сделали. Нам было сказано, ну, мы очень короткий митинг проводим, у нас выступит Зюганов, Грудинин, и вот пусть от вас Владимир Филин выступит, и все. На самом деле выступало человек 15, вообще непонятно кто, непонятно о чем говорили. В общем, получился абсолютно красный митинг. И мне, честно говоря, досадно, что мои соратники, мои единомышленники поперлись на этот митинг с триколорами, с черно-желто-белыми триколорами. Это просто осквернение, понимаете. Я об этом сказал, но почему-то пришло-то очень мало, потому что, ну, и в последний момент ведь согласились коммунисты на то, что они не исполнили, в конце концов, только в самый последний момент. Поэтому кричи по всей стране, приходите, приходите на митинг. Ну, во-первых, люди уже разочаровались, они понимают, что любой митинг, который организует КПРФ, будет митингом КПРФ, а не митингом в поддержку Грудинина. Этот митинг так и получился, в поддержку КПСС, даже прямо скажем. Это уже как КПРФ. КПРФ это просто ошметок от КПСС. Вот за КПСС они и выступали. Я, конечно, в этом позоре участвовать не стал, развернулся и ушел. Хотелось бы, чтобы остальные ушли, но нет, ну понимаете, уже заделаны, мы уже пришли, мы уже потратили время, мы флаги принесли, давайте мы их поднимем. Так поступать нельзя. Так поступать нельзя. Или вы имеете партнерские отношения, или у вас должна быть политическая воля, сказать нет. Вот Павел Грудинин тоже не сумел сказать нет и не сумел руководить своим собственным штабом. Вот это проблема для него. Он пугался, постоянно пугался национал-патриотов, потому что с коммунистами он общался давно и долго, а национал-патриоты его пугали. И он не вышел на тот уровень, когда он стал настолько опасен, я ему об этом сказал, что если вас назовут фашистом, вот тогда вы будете действительно реально популярной личностью. То есть власть заметит, что вы можете и выиграть. Пока не назвали, это значит, что вы еще не подошли к той грани, которая действительно для власти является опасной. А уже было задействовано, уже Live News опубликовала, в самом начале выборов большой материал о том, что Грудинина поддерживают фашисты. Просто этот материал никто не заметил, его не раскрутили. Эта программа была и готовы были выстрелить по Грудинину и с этой стороны. Но не выстрелили, потому что не страшно. Потому что Грудинин пугался национал-патриотов, потому что КПРФ подавляла национал-патриотическую активность, всячески отстраняла, убирала из избирательной кампании. Еще хочу сказать тем, кто так активно мне претензии предъявил, а что это у них там вот эти КПРФовцы, они ходят на дебаты, они ездят, а вот вас что-то не видно. Братцы мои, избирательная кампания не ведется от моего собственного лица. То, что я могу делать, это видеоканал. А так, чтобы ездить, так, чтобы на дебаты вообще, а кто приглашает на дебаты? Это штаб кандидата решает, кого направить на дебаты. Ну и кого направляют? Я считаю, что дебаты вообще, вот можно их было использовать при всем их неудобном формате. Они полностью провалены. То есть целиком вообще нет ни одного достойного выступления. Если кому-то кажется, что они достойны, на самом деле результат их нулевой. И то, что я предлагал Грудинину, не было реализовано, надо было использовать. Эти дебаты только для анонсов. Анонс сделал, там-то будут реальные дебаты. Приходите и встречайтесь. Мне задавайте вопрос, если не с кем будет дебатировать, мы найдем того, кто смело пойдет и готов будет действительно дебатировать. Но нет, нет, струсили. И Грудинин, видимо, почувствовал, что он не готов к реальным дебатам. С дебатов телевизионных он ушел, как я и рекомендовал. Но этого недостаточно. Этого не достаточно. Надо было уходить. Не надо было доверенных лиц туда запускать, которые, ну, просто безобразно выступали. Просто безобразных. Ну, за исключением Болдырева, который, ну, традиционно, просто у него и образ такой сложился, интеллектуала, интеллигента, который знает ответы на вопросы, умеет четко их освещать. Надо было уйти полностью. Надо разрушать эту избирательную кампанию. Я сейчас скажу то, что, может быть, не понравится сторонникам Грудинина. Павел Николаевич, надо кандидатуру свою снять. Надо снять. Я понимаю, что вы не снимете, но еще в самом начале избирательной кампании, еще только вот вы подписывали обязательства перед национал-патриотами. Я сказал, что если кампания будет определенного типа, если вы не сможете на этой кампании достигнуть главного результата, то надо кандидатуру свою снять. Ну, вы же не снимете. Я прекрасно это понимаю. Это понятно, когда избиратели говорят, нет, не снимай, не снимай, потому что мы хотим за тебя проголосовать, и мы хотим посмотреть, сколько нас будет. Ну, во-первых, вы не узнаете, сколько вас будет, потому что выборы фальсифицированы. Понятно, что избирательную кампанию невозможно вести, если не агитировать за голосование, за кандидата. Владимир Васильевич Ковачков, при всем моем уважении к нему из тюрьмы, написал такое письмо, и уже его позиция однозначно выражена. Можно как угодно там комментировать его подводки к конечному результату, но результат таков. Участвовать в выборах национал-патриотам обязательно, но участвовать в голосовании нельзя. Невозможно это. Невозможно. Как вы можете призывать людей прийти на избирательные участки проголосовать, а сами не пойти? Не можете. Избирательную кампанию так вести невозможно. Поэтому мы призываем, да, мы призываем, надо идти. Но Грудинину, вот я сейчас говорю, ему надо снять свою кандидатуру и разрушить полностью легитимность этих выборов. Потому что на нем все сконцентрировалось, если он уходит с выборов, вообще они разваливаются, разрушаются, и явка будет 20% или ниже. А сейчас вот добиться явки 80% и добиться консолидированной поддержки не удалось. Не удалось. Это видно, это очевидно. Да, мы вот интернет-партизаны отвоевали интернет, и интернет за Грудинина. Это минимум 60% за него. Остальные там 30-25-30% Путин, чуть-чуть Жириновский, остальные, можно сказать, по нулям. Мы отвоевали, но другая часть населения, кстати, гораздо более активная, кто активен в интернете, это не значит, что он придет на избирательные участки. Остальная часть населения проголосует за Путина, потому что она так привыкла, или не проголосует вообще, и тогда эти голоса будут использованы для фальсификации. Поэтому кампания провалена. КПРФ прежде всего, я считаю, вина за провал кампании лежит на КПРФ. Лично на Зюганове еще несколько фамилий, потом после выборов я назову. Все это левачество оттолкнуло национально-патриотически настроенных граждан от Грудинина, и многие из них, я думаю, что половина из тех, кто должен был проголосовать, не пойдут. Технически провалена кампания тем, что нет такого всенародного единения вокруг народного кандидата. А есть раскол между путинистами и грудинистами. Вот грудинистов быть не должно. Должны быть люди, ориентированные на победу над олигархи, на установление нового общественно-политического строя. А понимания того, какой этот строй, должен быть, нету. У Грудинина есть программа «20 шагов», в которой неизвестно, кто написал, и сам он не очень-то доволен этой программой. Кто-то там редактировал, написанную в основном Болдыревым, поддержанную всеми сторонами, с которыми он консультировался, все поддержали. Но программа почему-то выпущена «20 шагов». Она не устраивает, не устраивает во многих отношениях, то есть интеллектуальный уровень достаточно низок. Ну ладно, просто есть программа и все на этом. Обсуждать программу бессмысленно. какой общественно-политический строй, проблемы национально-государственного строительства не освещались на этих выборах. Вообще не освещались. Русский вопрос отдан был просто Жириновскому и Бабурину людям совершенно к этому вопросу отношения не имеющим. Это рутина, в которой не сказано ключевых слов, которые должен был сказать народный кандидат. Ему записка сделана была о межнациональных отношениях по русскому вопросу, подробная с цифрами и так далее. Ему были сделаны разнообразные аналитические записки, которые он не использовал. Я ему сказал, что надо отрабатывать вопросы устно, потому что у нас формат избирательной кампании устный, а не письменный. Надо беседовать, надо работать. Но времени у него не нашлось, поэтому я из штаба ушел, собрал свои манатки и уехал, потому что смысла нет, если я не могу кандидата подготовить, чем я заниматься должен? Ну вот я занимаюсь интернет-пропагандой, занимаюсь выпуском видеороликов, которые собирают достаточно много, кстати, больше, чем собирают официозные структуры КПРФ, у них есть такая структура красная линия. Примерно она получает финансирование миллион рублей за каждый рабочий день. Миллион рублей за каждый рабочий день. А эффективность близка к нулю, потому что содержательности нет, потому что там не о чем говорить, потому что там нет ни искренности, ни информативности, ничего нет. Есть только за те же деньги, которые выделяются, накрутка. Я видел этот анализ, который был сделан, как делается эта накрутка. Ну вот нет своих голосов, давайте мы подкрутим количество посещений. вот красная линия. Впустую выброшены в год 250 миллионов рублей. И впустую выброшены 180 миллионов рублей только официальных денег, выброшенных КПРФ. Куда они дели эти деньги, я не знаю. Но там 20 поездок, поездка, как сказал на одной встрече Афонин, единственная встреча, которая была национал-патриотов в присутствии коммуниста. Он сказал 200 тысяч на одну поездку. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 И сначала до конца лгали и лгали. У тебя нет счетов, сказали, что есть. Какие-то там золотые слитки, глупость какая-то. Панфилова там вот последний козырь. Мы, говорит, не можем снять Грудинина, потому что уже поздно. Но счета у него есть. То есть он не по закону участвует в выборах. А раз так, тогда Грудинин должен сам снять свою кандидатуру и сказать, а вы нашли у меня счета, все, по закону я не имею права участвовать, пока не будет разоблачена эта ложь, я в выборах не участвую, все, я пишу об отказе, ухожу. Но он же так не сделает. Он же так не сделает. Он не призовет к бойкоту, он так не сделает. И в этом большая проблема. Что мы искали народного лидера, мы нашли достойный лидер, надо сказать, что некоторые умения его, умения говорить, такая импозантность, интеллигентность, они привлекательны для людей. Но были элементы, которые непривлекательны, для нас непривлекательны. Вся избирательная кампания на одной ноте дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Одно и то же. Говорится, 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 уже не о чем говорить сам Грудинин. Говорит, ну дайте мне новые темы, потому что я уже исчерпался, я повторяюсь. Но творчество Риттера, творчество человека, который говорит публично, состоит в том, чтобы даже одну и ту же тему преподносить как-то каждый раз иначе. А если у тебя не хватает, тем надо работать со специалистами. И не в режиме бумажки какие-то, вот ты читаешь, но не может, не смог Грудинин эти бумажки, эти аналитические записки, которые ему писали, превратить в свою собственную речь, в свои собственные убеждения. Все. И самое главное, самая главная претензия, да ладно, не выполнил там эти обязательства, ну потому что в такие условия попал, очень жестокие условия, растерялся, не проявил достаточных волевых качеств. КПРФ под ногами путалась, мешалась и не давала, Зюганов лично не давал реализовать эти обязательства. Но русский вопрос-то надо было поднимать. Но все было готово к этому, чтобы русский вопрос прозвучал по-настоящему. Записка была подготовлена. Было подготовлено обращение к русским людям, к русскому народу и другим коренным народам. Все ключевые позиции на одной странице выписаны, что это тяжело было взять в голову. Ну, даже Елена Рохлина тоже говорила, Павел Николаевич, ну встретись с Савельевым, поговорите с ним часа два. Ну, надо было это сделать. И вот задают вопрос Грудинину на какой-то из встреч. А вот у вас там Савельев, национал-патриоты. Как вы относитесь к поддержке вашей компании националистам Андреем Николаевичем Савельевым? Он ведет активную кампанию, вчера выступал в Дубне, очень много работает в интернете. Вы понимаете, мы всегда искали долгое время, что нас разъединяет. А сейчас мы пытались найти, что всех объединяет. И поэтому нам нужно консолидироваться и общее найти что-то. В том числе и с Савельевым. Мы нашли что-то общее. Хотя со многими тезисами, которые он выдвигает, я не согласен. И он, кстати, со многим тем, что я говорю, не согласен. У него другая позиция по прошлому. Но по будущему у нас общая позиция. Вот, например, знаете, русская тема, да? Одни говорят, главное это русские. А я говорю, а коммунисты говорят, ну нет, мы интернационалисты. Русские, коренные народы, все, в том числе татары, башкиры. Ну все, кто живет на этой территории, что нам делить-то? И ответ как в детском саду, понимаете. А что русские, а у меня там у моего друга, жена грузинка. Ну это же смешно. Это смешно, потому что проблемы русского народа не состоят в том, что кроме русских в стране живут еще и нерусские. Да мы все это прекрасно знаем. И у каждого из нас есть друзья, приятели нерусские. Ну а русских-то хоть можно было хоть чего-нибудь сказать. Потому что русский народ уничтожается. Геноцид русского народа. Это записано. Я удивился, что это я нашел в программе КПРФ. И мы, национал-патриоты, об этом постоянно говорим. И у КПРФ написано. Ну ты скажи хоть раз геноцид русского народа. Нет, не получилось. Павел Николаевич не смог этого сделать. Он к привычной риторике, вот он как такой добросовестный ученик, выучил эти 20 пунктов. И постоянно говорил, у нас в программе записано. У нас в программе записано. Но много чего не было записано. Вот этот ключевой вопрос, русский вопрос, не был поднят во время избирательной кампании. И это тоже оттолкнуло людей. И вот так, с этой стороны оттолкнули, с этой стороны. Здесь невнятно, здесь ошибка. Нет работы по подготовке к публичным выступлениям. Бессмысленное занятие времени вот этими бесконечными визитами и убеждением тех, кто уже и без того убежден. Надо работать было на электоральные группы, на идеологические группы, которые заряжены определенными идеями. Ничего этого не было сделано. Ну поэтому результат такой. То есть, когда увидите результат, не удивляйтесь. Потому что Путину даже толком фальсифицировать ничего не надо. Потому что КПРФ и Грудинин сами распугали тот электорат, который сомневался идти, не идти. И не пошел. И не пошел, потому что не видит вот этого необходимости проявления солидарности. Я пойду. Я всем говорю, идите на выборы. Идите, голосуйте. Но Грудинину я говорю, снимайте свою кандидатуру с выборов. Снимайте, потому что не смогли. Потому что КПРФ все разрушило. Потому что вы сами не смогли. И видите, где не смогли. Кстати, надо сказать, что Грудинин человек умный. Когда с ним говоришь и указываешь на то, что вот провокатор у тебя работает. Вот он это все понимает. Идиоты там выступают с трибуны от КПРФ. Он это знает. Он это подтверждает. Он говорит, я не знаю, откуда они взялись. Мне навязывают все штаб. Но он не стал лидером своего собственного штаба. То, что КПРФ ему навязывал, то он и делал. Но какой же это народный кандидат и народный лидер, если какая-то партия, какая-то ничтожная кучка людей, которая толчется там где-то в Государственной Думе рядом с Зюгановым, навязывает ему свое мнение. Конечно, это никуда не годится. Грудинин не стал хозяином своего собственного штаба. И не стал лидером для тех, кто его окружает, кто его непосредственно готов был поддерживать. Для штаба НПСР не стал, хотя в его собственном совхозе это было рядом, хотя бы зашел бы хоть раз с людьми, нормально, по-человечески поговорил. Нет, надо ехать к тем избирателям, которые без того за тебя, которые будут тебя аплодировать. Это скучно. Это скучно. Прежде всего, работать с своей командой. Она должна быть единой, сплоченной, действовать в одном и том же направлении. Ну что же вы ничего не сделали, Павел Николаевич? Ну раз так, надо сниматься с выборов. Надо хотя бы один поступок совершить. На выборах ведь не было ни одного поступка. Вот сейчас можно сделать поступок и стать из марионетки КПРФ. Я-то думал, что из вас будут делать марионетку кремляне. А сделали КПРФ. Ну если вы не можете, не смогли оторвать эти ниточки, ну совершите поступок. Этот поступок превратит вас в историческую личность. Снимите свою кандидатуру с выборов. Я не сомневаюсь, что в ответ на то, что я говорю, мне понапишут, что вот вы опять, вы там, вы действуете против Грудинина, вас, наверное, Кремль купил и так далее. Ну это все мытье совершенно бездеятельных, бесполезных, бессмысленных людей. Они хотят мирить правду с ложью. Они хотят альянса правды с ложью. Да не побеждают в таких случаях. Победить можно было только сплодив вообще все, сложив все элементы, которые только есть. Все преимущества, сложив вместе и направив в одну цель. Но не получилось. Не получилось в этот раз. Много чего получилось. Прямо скажем, у национал-патриотов много чего получилось. У коммунистов апофеоз их безнадежности и апофеоз их подлости, это вот этот митинг в Москве, где там 500-700 человек. Мы бы собрали больше. Я точно говорю, когда были события в Донбассе, мы собрали больше. И сейчас бы собрали больше. А если бы действовал единый штаб, мы собрали бы многократно больше. А здесь, ну когда эти коммунистические мелодии, сплошные коммунистические флаги, опять Зюганов на трибуне, вообще ни о чем, речи ни о чем. Вот тогда, конечно, и людям это не интересно. Скучная избирательная кампания. Коммунисты ее засушили и Кремль ее засушил. Совместными усилиями явка будет низкая. Ну не удалось, раз явку не удалось обеспечить только с высокой явкой 80%, Грудинин однозначно побеждал. Но не смог. Но не смог. Поэтому надо снимать свою кандидатуру. Надо. И кто-нибудь там, кто поближе, ну скажите Павлу Николаевичу, снимайте кандидатуру. Тогда будет поступок. Это будет действительно громкий поступок. И объясниться можно будет. И дальше продолжится политическая судьба. А если этого не сделать, то судьба заканчивается. Все. Судьба закончилась. А дальше что? А дальше о чем разговаривает? Несостоявшийся политический лидер, человек, который проиграл выборы. О чем дальше вести речь? Ну и что будет дальше? Что будет дальше? Конечно, Путина объявят президентом. Вся сволочь, которая вокруг него присягнет, средства массовой информации присягнут. Главное, чтобы мы не присягали ему. Ни в коем случае, ни в каком виде нельзя служить этому подлому режиму. И нам надо готовиться к будущим боям. Политические репрессии будут обязательно. Будут людей в тюрьму сажать за то, что они против Путина. За то, что они противодействуют беззаконию, беспределу в России. Будут сажать в тюрьму. Вы будете проявлять солидарность с этими людьми? Но ведь до сих пор эта солидарность едва-едва только прощупывалась. Только энтузиасты, вот Елена Рохлина и вот такие люди эту солидарность проявляют. И остальные как будто забыли, что идет война против вас. И люди, которые за вас выступают, сидят в тюрьмах. И будут еще и новые будут репрессии. Будут стремиться к тому, чтобы шумно чего-нибудь там устроить. Вы за 500 рублей пойдете, так как вот к Путину пошли, этот стадион забили гастарбайтерами, студентами, школьниками и так далее. Вы пойдете за 500 рублей продавать Родину в очередной раз? Нет, нельзя этого допускать. Нам нужно, чтобы настрой, связанный с неприятием этой власти, расширялся и дальше. Расширялся и дальше. И чтобы эти выборы были провалом путинщины, а не триумфом. А ведь они постараются сделать триумф. А вы все опустите руки и скажете, ну не получилось, все, мы больше не можем. Мне претензии предъявляют те, кто вообще никогда ничего не делал. Вы когда-нибудь пытались объявить бойкот выбором? А мы пытались, многократно пытались. А чего вы нас не слышали? Вот только сейчас вдруг какое-то такое поветрие возникло. Давайте бойкот, давайте бойкот. Сколько вы обеспечите за бойкот? Да нисколько вы не обеспечите, никто вас не слушает. Всякая маргиналия понабежала, люди, которые начали поливать грязью всех, кто участвует в выборах, называть ватниками, совками и так далее. Ребята, есть шанс победить на выборах. Был шанс. Ну сейчас я уверен, что его нет. Но шанс победить, объявят-то все равно Путина, это понятно. Но главный шанс был победить, привлечь к себе большинство активного населения, которое придет на выборы и проголосует. И это население, если бы оно пришло, оно знало бы, что оно победило. А сейчас вот с помощью вот этих кремлевских мурзилок, которые тоже расстраивают эти настроения, да все бесполезно, да ничего не сделаешь, да вообще все это фальшивка и так далее. Да, фальшивка, мы это знаем прекрасно. Но если вы не действуете в общем русле, то вы просто растаскиваете общий поток народной ненависти к нынешнему режиму. И эта ненависть замыкается сама на себя, вы начинаете устраивать дрязги внутри. Вы как будто бы продолжаете работу путинистов по дискредитации не только Грудинина, евреи, миллиардеры и так далее, но и вообще всех, кто вокруг него находится. Все, кто искренне его поддерживал, вы разрушаете народный настрой на победу над олигархией. И поэтому вы тоже достойны ненависти. Вот социальная среда в течение этих выборов сильно преобразилась. Сильно преобразилось, скажем, мое окружение, люди, с которыми я общаюсь, сильно изменились. То есть те, кто раньше, может быть, был каким-то, прикидывался соратником, сторонником, перестал им быть, потому что там мозги съела юдофобия или вот какая-то неудовлетворенность, какие-то комплексы полезли из людей. Ну мы их быстро, конечно, там в социальных сетях это легко делается, от этого окружения мы избавились. Новые люди пришли, вот их как-то надо консолидировать и как-то создать организационные структуры. Поэтому я и призываю из НПСР сделать политическую партию зарегистрированную. Часть людей, которые не захочут пойти в партию, все равно с ними надо оставить, поддержать контакты. Неважно, в партии человек, не в партии, неважно. Он все равно наш, он входит там в штабы НПСР беспартийные. Но партию надо создать для того, чтобы формально выполнить требования закона. Закон-то беззаконный, конечно, но все равно для того, чтобы формально, юридически выйти на какие-то следующие выборы, надо зарегистрировать. Партия Великая Россия, партии Ордена регистрироваться не будет. Она более жесткая, более консервативная. Партия русских националистов вообще в нынешних условиях не может быть зарегистрирована. Мы и не будем собираться. Но, тем не менее, мы собираем таких более жестко и идеологически определенно настроенных людей в своих рядах. Это как бы будет опора НПСР. Наша опора еще будет, и надо консолидировать этих людей на монархистов. Монархические настроения усиливаются. Это совершенно очевидно. Для меня я наблюдаю за этим внимание. Это третья структура, третья сила. Вот три компоненты. Национал-патриоты, русские националисты и монархисты. Вот три структуры, которые совместно могут заключить коалиционное соглашение на каких-то крупных следующих выборах и выйти с тем, чтобы попасть в парламент, с тем, чтобы выдвинуть народного кандидата снова выдвинуть. Может быть, другого Грудинина, я сомневаюсь, что второй раз имеет смысл выдвигать, не получилось. Не получилось. Недостаточно ни его личных качеств и вот это левачество, которое фактически убило его репутацию. Если он не снимется с выборов, то он, можно сказать, битая фигура. Но он не станет же главой НПСР, правильно? Он пойдет снова к коммунистам. И там, наверное, может быть, он станет главой КПРФ. Это даже очень хорошо, потому что хотя бы с ним можно будет какой-то диалог вести. А Зюганова же бесполезно. Зюганов – это человек, который лгал всю жизнь, лгал, когда был в КПСС, лгал, когда возглавил КПРФ. То есть, тотальная ложь от него идет, бесполезно. Если Грудинин станет лидером КПРФ, это будет, конечно, большим продвижением вперед, и я на это надеюсь. Но надо сняться с выборов. Надо сняться с выборов, если есть желание продолжить свою политическую деятельность. Мы победим, обязательно победим, и шаг к победе на этих выборах мы сделали. Может быть, не такой. Хотелось бы сделать 10 шагов, сделали из 10 только один. Но в правильном направлении мы пошли и будем дальше двигаться в этом направлении. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok